Сегодня в Гарварде начинается работа по демонтажу старинных колоколов Святого Данилова монастыря с университетской звонницы. Русскую реликвию от уничтожения в сталинские годы удалось спасти профессору Гарварда. Лоуэл Хаус купил колокола в качестве бронзового лома. И вот спустя более чем 70 лет они возвращаются домой. О том, что будет венчать звонницу Гарвардского университета после снятия колоколов, наш собственный корреспондент в США Евгений Попов. Один за одним они как будто парят над Гарвардом. Лики святых и орнаменты Даниловых колоколов. И хотя впереди еще трансатлантический морской переход, это уже финал долгой дороги домой в Россию. Это действительно ювелирный труд. И чтобы спустить все колокола Свято-Даниловского монастыря на землю, монтажникам-высотникам из Бостона понадобится еще неделя. Конечно, самым сложным будем демонтировать вот этот 15-тонный колокол. Его еще называют «Мать-Земля». Специально для того, чтобы спустить его на землю, сюда на башне затащили вот эти вот рельсы, по которым колокол как бы немного выдвинут за территорию колокольни и только потом медленно, плавно, краном опустят на землю. Чтобы не повредить колокол и саму башню, мы будем спускать его несколько дней. Построим здесь специальную платформу и постепенно поставим его на рельс. Пять из 17 колоколов, 78 лет, пребывавших на башне студенческого общежития Гарварда, уже в хранилище. 8 июля все они официально поменяют собственника, воссоединятся с уже доставленным в Москву 18-м колоколом ансамбля, звонившимся эти годы неподалеку, на башне бизнес-школы. Гарвард взамен получит точные копии, отлитые в Воронеже. История у них богатая и порой даже бурная, особенно в сталинские времена. И, конечно, мы испытываем удивительное чувство от того, что хранили и оберегали эту частичку российской истории, которую сейчас с удовольствием возвращаем в монастырь. Даниловые колокола едва не были безвозвратно утеряны. В 30-м году их продали за границу по цене металлолома. Тогда же они объявились в Гарварде, где для них специально перестроили две башни. Правда, благовест колокола больше не звонили. Студенты по выходным или в канун футбольных матчей извлекали из них звуки увертюр Чайковского, а зачастую даже мелодии к голливудским фильмам. Попытки вернуть их Свято-Данилову монастырю предпринимались еще в 80-х, но окончательно договориться удалось лишь в 21-м веке. Это очень эмоциональный момент, ведь колокола возвращаются русским, которым они по праву принадлежат, для которых имеют существенное религиозное значение. Я сам очень религиозный человек, поэтому для меня это очень важно. Остановка Лоу Волхаус в туристическом маршруте Гарварда все еще существует, хотя оценить обертонную амплитуду отлитых в 17-м веке колоколов здесь больше не удастся, разве что в электронном виде на сайте университета. В следующий раз вживую колокола зазвенят уже в сентябре в родной для них монастырской звоннице. Евгений Попов, Илья Бернацкий, Вести, Гарвард.